Тульский засек Как начало создания большой засечной черты Поэтому мы с моими друзьями, коллегами решили, что вот этот лекционный блок с января по май месяц мы посвятим непосредственно нашим исследованиям, историческим, археологическим, которые касаются непосредственно тульским засекам, тульской засечной черты И моя лекция называется так Тульские засеки – лес, в котором остановилось время На самом деле мы очень долго с моими коллегами, друзьями, которые участвовали в разработке многих вопросов Это в первую очередь с Игорем Бурцевым, это с Алексеем Михайловичем Воронцовым Долго пытались определить общую тему данной лекции, чтобы она отражала, наверное, все аспекты изучения тульской засечной черты И вообще тульских засек как уникального памятника истории, природы, леса и так далее И мы пришли к мнению, вот Алексей Михайлович как раз Воронцов предложил, а давайте назовем ее так – лес, в котором остановилось время Или даже можно сказать, что это лес, который остановил время Почему это именно так? Я думаю, что я смогу ответить и раскрыть эту тему в, собственно, своей лекции Что представляет из себя вообще вид засечных лесов на территории Тульской области? Если обратиться к современному космоснимку, то мы увидим, что через всю территорию Тульской области С юга запада на северо-восток протянулась полоса лесов шириной от 2 до 5 километров В разной степени, естественно, сохранности Общая площадь засечных лесов – это свыше 70 тысяч гектар То есть это очень протяженный и огромный по площади лесной массив Который, в общем-то, практически до настоящего времени С 18 века он сохранился в первозданном виде Ну, всем, наверное, прекрасно известно, что в 16-17 веке засеки служили надежной, в общем-то, защитой Южных границ российского государства и находились под особой охраной Отдельные аспекты, собственно, изучения, наверное, засечной черты проделаны Игорем Бурцевым Им предложена вот такая реконструкция засек на территории Тульской области Вы видите здесь оранжевым цветом выделены засеки, которые существовали на 17 век Желтым цветом это отдельные валы Щегловский, Завитай, которые были в районе Тулы, в частности, к северу от Венёва И красным показаны предполагаемые реконструированные участки, которые могли бы дойти до нас Но, к сожалению, они, видимо, не сохранились ввиду всего-навсего антропогенного вмешательства человека уже в более позднее время Но, так или иначе, по большей части мы видим, что засеки или засечная черта сохранилась и дошла до наших дней Вот практически, ну, если не в первозданном виде, то на 18 век она сохранилась вот именно в том, что мы сейчас увидим В числе, например, тем же самым Игорем Бурцевым сделана такая реконструкция На космоснимок были наложены планы генерального межжевания 40-х годов 18 века И мы видим, что практически, что было на 18 век, да, сохранилось, в общем-то, практически до настоящего времени Почему это так? Да, всем прекрасно известно, что засеки 16-17 века Это заповедные казенные леса, которые было запрещено рубить под страхом, в общем-то, смерти, да Даже протаптывать какие-то тропы и как бы то ни было на них, в общем-то, им мешать, да А в 18 веке они были отписаны Тульскому оружейному заводу И, естественно, они, опять же, являлись казенными, что серьезнейшим образом повлияло на то, что они сохранились до наших дней Например, если взять Каширские, например, или Рязанские засеки, да Они в 18 веке были, по сути дела, проданы И на протяжении последующего времени их вырубили, их распахали, собственно, или застроили То есть до настоящего времени, к сожалению, они не дошли Тульским засекам или Тульскому участку засечной черты повезло гораздо больше Что хотелось бы, с чего бы хотелось бы начать Отдельный, наверное, аспект в понимании засек – это, конечно же, природа В первую очередь, наверное, когда создавалась Тульская засечная черта Сама природа пришла, наверное, на помощь человеку Когда объединились усилия человека и природы И можно четко сказать, что благодаря, наверное, этому засеки является, конечно же, уникальным памятником природы Которого, наверное, нет, не то что в других областях, но и в других странах, государствах И это уникальный памятник и природы, и истории, и военного искусства, и леса Тульские засеки, безусловно, это ценный памятник широколиственной флоры В засеках преобладают широколиственные насаждения В основном это дуб, липа, ясень, клен Здесь приведены вот такие фотографии Я недаром это назвал, как мы покоряли лес Это наши исследования, которые касаются в первую очередь археологических исследований И, конечно, с точки зрения изучения археологического, о чем будет сказано немножко попозже Засеки представляют собой совершенно отдельную территорию, заповедную территорию, по сути дела Которая требует очень серьезных усилий в своем археологическом изучении Благодаря тому, что тульские засеки оказались неприкосновенными На территории современных засечной черты и тульских засек сохранились многие виды растений, животных, насекомых И много-много чего, которые имеют высокую значимость В лесах сохранилась благодаря этому особая экосистема Ввиду того, что засеки никогда не подвергались какому-то серьезному атропогенному вмешательству И многие виды, которые вы видите сейчас, растений, сохранились до наших дней Они занесены не только в Красную книгу Тульской области, но и в том числе в Красную книгу Российской Федерации То есть это еще очень важный такой аспект, когда, по сути дела, человеческое вмешательство В сохранность лесного массива, как засечной черты, способствовал вот такому сохранению И биоразнообразие растений и животных Что еще с точки зрения природы? Тульские засеки, отдельный участок, это в том числе еще и ключевая орнитологическая территория Международного значения лес Тульские засеки К сожалению, у нас не существует какого-то природного парка или национального заповедника Тульские засеки, который существовал, например, в 30-е, в начале 50-х годов 20-го столетия Но это все те самые материалы и в том числе наши исследования были направлены на то Чтобы эту тему немножко подвинуть с мертвой точки И подобный заповедник, если не в том формате, в котором он существовал еще в 30-е и 50-е годы Как-то заново возродился, для того, чтобы вот этот уникальный памятник природы Продолжил свое существование и, в общем-то, не погиб под все большим надвигающейся опасностью Антропогенного разрушения, современной застройкой и тому подобными делами Тульские засеки – это еще и уникальный памятник истории лесоустройства Второй половины 19-го, начала 20-го века Это уникальный памятник леса И уникальный памятник того, как лучшие умы, наверное, лесоводческой науки проводили свои великолепные исследования Пытались сохранить засеки, возобновить, восполнить тот урон, который был нанесен человеком на протяжении особенно 18-го века Когда засеки рубили и на корабельный лес, когда засеки рубили на уголь для Тульского оружейного завода И многое-многое чего Что здесь хотелось бы отметить? Безусловно, Кропивинское лесничество, по сути дела, тот небольшой, такой маленький заповедник Стал основой и школой русского практического лесоводства Мало того, с 1839 года в засечных лесах велось регулярное лесоустройство То есть были впервые в истории России образованы первые лесничества Назначены лесничья и лесная стража Что, в общем-то, как-то привело к более-менее систематическому пониманию Как устраивать лес, что с ним делать И как администрировать все эти работы С точки зрения глобальной системы управления лесным хозяйством В связи с этой историей, конечно, здесь хотелось бы вспомнить Для истории, наверное, Тульского лесоустройства Василий Николаевич Штурм является, наверное, легендарной личностью Это управляющий государственным имуществом Тульской и Калужской губерний Который по случаю прохождения в 1909 году в Тульской области 11-го съезда лесохозяев составил вот такой замечательный путеводитель По тульским засекам Этот путеводитель не только замечательен тем, что штурмом были изложены основные моменты Совершенно новые принципы и подходы в понимании управления лесом И его администрирование Но и в том числе в этой, казалось бы, небольшой книжечке Были опубликованы замечательные фотографии другого очень известного русского фотографа Сергея Михайловича Прокудина-Горского Благодаря чему мы видим, как тульские засеки выглядели более чем 100 лет назад Здесь вы видите как раз-таки участки засек крапивинского лесничества Кроме того, именно крапивинский участок стал тем местом, где появились первые лесопитомники И работа по восстановлению засек Вот на этой фотографии мы видим санитарные рубки То есть эта уже система была поставлена четко в установленные границы Что рубить, как рубить, по каким принципам и по многим другим параметрам Причем эти новые методические подходы никаким образом не уступали Ну, наверное, передовым идеям лесоводческой науки Европы Кроме того, были созданы питомники для того, чтобы растить молодую поросль Высаживать, возобновлять посадки и делать многие-многие такие вещи Которые в результате привели к тому, что мы в засеках можем видеть вот такие прекрасные дубы-колдуны Возраст некоторых дубов может достигать даже более 300 лет Ну и кроме того, конечно, засеки с точки зрения научных каких-то подходов Они привлекали внимание и исследователей По засекам писали, в том числе, и была написана не одна кандидатская докторская диссертация Ну, конечно, с точки зрения лесоводческой науки, природоведческих каких-то моментов Ну и тому подобных вещей Безусловно, научная составляющая, наверное, в изучении засек была продолжена в 30-е и 40-е годы Когда был определенный бум на создание государственных различных заповедников, парков И в том числе на территории Тульской области было создано так называемые тульские засеки, лесной заповедник К сожалению, он просуществовал очень недолго, с 35 по 51 год Но он начал свое функционирование именно с того момента, когда был создан в 32-м году научно-исследовательский комбинат И, казалось бы, за столь малый срок функционирования и существования подобного заповедника Была проделана колоссальная работа с позицией, с точки зрения изучения тульских засек Ну, если понимать эту территорию, это современный Адоевский и Щекинский район Это изучение и геологии, и почвы, и геоморфологии, и многих-многих-многих естественно-научных параметров Которые в конечном счете определили вообще понимание тульских засек и вообще этого огромного массива леса Как он развивается, как он живет, что на него влияет К сожалению, заповедник был упразднен в 51-м году Но, опять же, возвращаясь к теме, дай бог, что подобное или хотя бы что-то приблизительно Может быть, близко подходящее вот к такому национальному парку будет создано в течение какого-то ближайшего времени Ну и, конечно, с природной точки зрения, если, Коля, уж мы много очень говорим о том, что природная составляющая тульских засек просто огромна Она неоспорима, это действительно уникальный памятник природы То, конечно, туризм здесь играет огромную роль И, в первую очередь, вот была разработана такая программа, экологическая тропа, малиновая засека Которая, буквально, это территория южнее города Тулы Современная практически вот застройка, которая уходящая в сами засеки Этот участок удалось, в общем-то, привести в порядок и проводить вот такие экологические маршруты Устраивать определенные такие мероприятия экологического характера Что, в общем-то, я считаю, что это довольно-таки правильно Потому что тот участок засеченного леса, который находится вокруг современной застройки Тулы Он, в первую очередь, нуждается в особой определенной охране Потому что просто навсего его может скоро не быть В том числе именно в малиновые засеки мы проводили в прошлом году свои исследования Некомплексные и исторические, археологические и природные С целью, чтобы и этот небольшой участок засеченного леса стал в будущем частью Либо заповедника, либо национального парка, либо особо охраняемой территории Что тоже очень крайне важно Теперь коснемся другой, не менее важной составляющей изучения тульской засеченной черты Засеченного леса Это история археологии Это то, что, конечно, в первую очередь ближе ко мне, как историку и археологу И я попытаюсь вам сейчас показать о том, насколько засеки важны с точки зрения и исторического, и археологического изучения Почему именно засеки являются лесом, в котором остановилось время В истории изучения засеченной черты можно выделить несколько этапов Наверное, первой работой, серьезной работой, которую ставила историко-археологическое исследование засеченной черты Принадлежит Никитину, который так и называется Это оборонительные сооружения засеченной черты XVI-XVII веков Они были опубликованы, это исследование, в материалах и исследованиях по археологии Москвы И, наверное, автор впервые подробно рассмотрел известные к тому времени исторические свидетельства, письменные источники И сам поучаствовал в проведении археологических разведок по тульским засекам С целью выявления объектов фортификации, которые могли бы соотноситься с временем функционирования засеченной черты То есть к XVI-XVII веку И по результатам получился такой удивительный по своей полноте труд Который, в общем-то, по сути дела, не потерял своего научного значения до настоящего времени Следующий этап в изучении тульской засеченной черты Приходится уже на 70-е, 80-е, 90-е годы XX столетия Когда в 70-е годы возникает программа паспортизации памятников археологии И тогда Игорем Львовичем Чернаем проводится, наверное, на самом деле колоссальная работа По не только фиксации, фотофиксации, съемке отдельных звеньй, линий, башен Как он тогда считал фортификационных сооружений засеченной черты Которые он пытался привести в какую-то единую систему Ну, забегая немножко вперед, благодаря работам, опять же, моих коллег Это и, в первую очередь, Игоря Бурцева, и Михаила Конарева Было доказано, что на самом деле, конечно, подобные рвы, валы Они не имеют никакого отношения, конечно, к засечной черте, к фортификации А являются нечто иным, просто межевыми валами и рвами Которые были выкопаны в 40-е годы XVIII века И которые сохранились до наших дней, потому что они были выкопаны по границе засек Это логично, потому что засеки были казенные леса Которые, естественно, нужно было отделить от частновладельческих земель Но, в общем-то, так или иначе, в любом случае, Игорь Львович Чернаем Эта тема развивалась, она изучалась Были поставлены многие вопросы в изучении тульских засек Многие объекты были перепроверены, зафотофиксированы, сняты топографические планы И в любом случае, даже несмотря на то, что многие объекты не являются таковыми Все равно обращаться к этим материалам просто на всего необходимо Потому что это действительно была проделана огромная и колоссальная работа Ну и, наверное, если отмечать современный период понимания Что из себя представляют тульские засеки и вообще засечная черта То я хотел бы обратить ваше внимание на такой замечательный путеводитель Который так и называется по следам засечной черты Этот путеводитель в большей степени, конечно, направлен на туристическую такую составляющую Но вводную часть, где написана, собственно, история Краткий исторический очерк засечной черты русского государства Тем самым Игорем Геннадьевичем Бурцевым Это его понимание истории и археологии тульских засек И не только, наверное, истории и археологии тульских засек Но и соседних территорий на современное время То есть это, по сути дела, такой своеобразный концентрат Исторического и археологического знания на современное время Здесь задействованы все самые современные данные и по истории Вновь найденные и обнаруженные письменные источники И обследованные и изученные археологические объекты засечной черты Это если так подойти к пониманию истории изучения засек С точки зрения основных этапов или вех в их изучении Обратимся к археологии Как вы понимаете, засечная черта – это памятник военного искусства 16-17 века Безусловно, на территории засечной черты существовали памятники И существуют памятники археологии, которые относятся к этому времени Но мы все прекрасно понимаем, что засечные леса расположены на самой окраине лесной зоны Это южная граница лесной зоны И эта граница никогда не была постоянной, она постоянно менялась И когда-то давно на данной территории лес не рос И несколько, там, порядка двух тысяч лет располагались поселения, жили люди А затем лес наступал, люди, естественно, поселения сменялись И мы на протяжении, наверное, последних наших исследовательских лет Это порядка пяти-шести лет, да Обнаруживаем на территории засечной черты памятники археологии Я их условно назвал до засечного времени То есть, когда еще, собственно, этот лесной массив Он не превратился в засечную черту Но, в общем-то, памятники на этой территории уже были В частности, какие памятники археологии нами были обследованы и выявлены, собственно, за последние несколько лет Один, наверное, из ключевых районов на территории Засик Это, безусловно, комплекс памятников у деревни Стрекаловка Это буквально несколько километров южнее Тулы, где был выявлен уникальный комплекс поселений и ранее Железного века Это первые века нашей эры И самый уникальный комплекс памятников 14-15 века Это крупный металлургический центр Обращаю внимание, почему на крупный металлургический центр Потому что история тульской металлургии для нас в целом начинается с 17 века С первых заводов металлургических, которые были построены, поставлены Андреем Виниусом Более ранние истоки тульской металлургии мы знаем прекрасно по хорошо раскопанным памятникам на территории Куликово поле Андреем Николаевичем Наумовым Но что было недалеко от самой Тулы и почему тульские металлургические заводы возникают в 17 веке Вот в этой территории и что было до этого в 14-15 веке Мы, к сожалению, ничего об этом не знали Но благодаря археологическим работам мы выяснили, что и в 14-15 веках Буквально в десятки километрах от Тулы существовало крупные поселенческие комплексы С богатой и хорошо развитым металлургическим производством Это несколько поселений, где хорошо сохранились горно-металлургические Богатый материал с точки зрения металлургического производства и металлообработки И тому подобные вещи Вот в частности, как приходилось изучать эти памятники Вы понимаете, что когда археолог проводит разведку по открытой, незалисенной территории Это одно дело, когда работаешь в засеках, это совершенно становится гораздо сложнее Эти памятники требуют своего пристального внимания и пристального изучения Кроме того, опять же, обращая ваше внимание На одном из участков были обнаружены в том числе и следы вот этого генерального межевания Так называемые утинные ямы Которые были, по сути дела, поворотными углами основных точек прохождения межи То есть разделения государственных и частных земель Которые были, по сути дела, по сути дела